Ну что, мы приехали на Кёль-Мессе, вышли из нашей замечательной электрички. Первая наша задача – это найти павильон 10 и сходить в гости к одним нашим российским друзьям. Стоило приехать в Кёль, чтобы встретиться с кем-то из России. Да, да, да. Всё, камера, мотор. Что делаем? Это лососик. Очень модный цвет в этом сезоне. Все за лососик. Берём, убираем. Вся огромная комбинация, которая стоит сейчас на экспозиции, стоит 350 тысяч рублей. И самое прикольное, что все эти элементы идут отдельно. Они могут быть в любом цвете. Это может быть один цвет, это может быть другой цвет. То есть каждый элемент идёт отдельно. И может быть всего собрать, типа взрослые, дополнительное спальное место, кровать, где можно поставить эту перегородку, чтобы дети не валились. И наслаждайся жизнью. Круто было. Взяла ещё элемент, подставила и всё. Ну, Настя самый любимый цвет лосось. Лосось-рули. Лосось-рули. Самые модные цвета сезона. Да, но я спрашиваю тренды. Я повторюсь, лосось. Лосось, лосось ещё на лосось. Вот, пожалуйста, да? Да, мята, лосось. Мята, лосось. Мятный лосось. Лосось с мятой. Бриз, дремиз. Олива, очень хорошая олива. Вот так вот, да? О, вот это классно. Вот так вот, да? А мне вот первое понравилось. О, вот это. Вот это, вот это. Вот это прямо обличие. Вот это всего лишь вторая категория. Это очень недорого будет всё стоить. Так, ребят, тренды. Тренды делятся по странам. Есть норвежские, скандинавские тренды, европейские тренды. Вот тренд. Смотрите, тренд сезона Скандинавии. Металлическая нога. Абсолютный алюминий. Абсолютно ровные формы. Это вот скандинавы. Если мы говорим про итальянцев. Чёрная нога. Чёрная нога, она с небольшим скосом. В ощущении, что нога переходит во внутреннюю сторону дивана. Тренд. Именно модель тренд этого и следующего года. Трансформеры. Смотрите, во-первых, на самом деле, как говорится, европейцы стареют. Всё больше пенсионеров, всё меньше молодёжи. У нас в России наоборот. Кресла сейчас, особенно если идут у нас ещё маленькие стулы. Дуб. Дуба очень много. Причём дуб не просто строгая форма, а именно форма, которая идёт закруглённая. А вот бортики. Сейчас очень много мебели с бортиками было. Бортики закруглённые. Сейчас реально в топе, в моде. Он может быть и квадратный. Концы закруглили. Очень красиво у нас получилось. Очень важно, если будет съёмный чехол. Мы всегда можем снять. Очень интересный модель тоже вам покажу в плане эксплуатации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое. Обычный столик. Но если я в интиме, пришла ко мне какая-то женщина красивая, и приходит жена, а я голый, что делаю? Я беру быстро столик и закрываю. Делаем из него маленькие столицы, если захотим. Спокойно. Можно подставить. Использовать как кровать. Это вообще моя любовь. Очень удобная, комфортная. Секрет. О! При нашей любви, такой советской, к диванчикам на кухне и к уголкам мягким, это прямо тема. То есть функционально он как раз таки... Да, он функциональный, именно диванчик при столике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему мы ездим по тем выставкам, на которых, в принципе, то же самое, что и в Милане, но тут пусто? Реально тут пусто. Тут нет этого адского количества людей, как и в салоне в Милане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И абсолютно замечательное меховое кресло, на котором сидит молодой человек. Мех снимается, снимается элементарно. Ну, для начала, правда, нужно попросить молодого человека встать. Смотрите, с этой стороны холодильник, то есть это magic. Это с той стороны доступ, а здесь у нас просто торец и полки для каких-то специй. Вот этот класс там понравился, который просто такой, как лего собирается. Он из, похоже, это какой-то ламинированный МДФ. Смотрите, какая клевая штука. Тут крючочки, тут еще можно зацепиться. Ключи покажи, как вставляются. Там щель, ручки, какие-то открыточки. Нам такая нужна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наснимали огромную кучу вам правильных объемов, чтобы показывать, как работать именно с объемами, как не колхозить корпусную мебель, да, именно формами, сочетаниями, вот. Очень много мы рассказываем вам об этом и бесплатно, но еще больше это в нашем сете вебинаров РЕМОНТ от ПИДАВАУ. Про перегородки визуальные, да, про перегородить и так далее. Смотрите, казалось бы, типичная история с планками, да, но это резинки. Снизу швеллер. Элементарно делается, дешево в исполнении и удобоваримо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цвет хороший, записывайте. Прям хороший-хороший. Правда, я уверена, что телефон мой и ваш в совокупности цвет не передает, но, тем не менее, он клевый и, может быть, какое-то направление мысли вам придаст. Много откликов по поводу штуки, вот там, где вставлялись ключи, вешались, да, вот этой вот системы, там вставлялись ручки. Смотрите, сейчас сниму. Вот так называется фабрика. Как видите, они дают не только эти штучки, они еще дают протиралки для телефонов. Круто был. Сочетание цветов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ну, это так, просто красивый концепт. Еще один повелье, в который мы идем как личный дизайнер, он, по ощущениям, нам намного ближе, нам много больше нравится. Вот эта штука прямо вот привлекла на нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диван-дом. Моя мечта. С полочкой, с розеточкой, где можно спрятаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять-таки мебель с бортиками, и бортики же являются хватом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решение для детской кровати, когда видите, изголовье по сути дела два, то есть такая кушетка-кровать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кирпичного, кстати, тоже довольно много, такого прям яркого кирпичного. Сейчас мы уже очень устали снимать, но мы нашли то, что обязательно понравится многим. Но мы же уже выяснили, да, что у нас моют от воды. Вот прекрасные вот на кончике, смотрите, какие стильные. Стандартных всяких крючков, там держатель для туалетной бумаги, ёршиков. Есть еще различные решения для инвалидов, причем они тоже дизайнерские, это очень правильно. Ёршики, водосгоны, держатель для полотенец. Короче, серия очень большая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это датчане. Ну что, все? Как это? Котяточки. Да, да, да. Как они спросят вас называть. На сегодня с выставкой все. У нас уже под конец село все, как всегда. Вот, мы двигаем гулять. Продолжение завтра. Ну что, кирпичная выставка, день второй продолжает. Начинаем охать, охать и восхищаться. Смотрите, какие потрясающие полки. Вроде, казалось бы, все просто, но при этом очень нехороших вкусных цветов. Парадокс в том, что как только мы начинаем смотреть, кто сделал что-то клевое, это почему-то всегда оказываются датчане. Хоть обои не в тренде, но нам лично понравился вот этот вот вариант. Смотрите, из этого можно сделать любимые всеми акцентные стенки, изголовья. Скорее всего, это не самая дешевая штука, но тут явно много образцов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будет фокус. Та-дам! Неплохая имитация огня в искусственных камнях. Хотя мы их не очень любим, но тут, в общем-то, действительно хорошая имитация. Интересно, настоящий или искусственный? Делайте так. Не, мы, конечно, все понимаем, что это имитация, но вот сесть сюда как-то психологически дискомфортно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тема унитазов с функцией бидена обирает обороты. Пока это стоит дорого, действительно очень дорого. Но дело в том, что все вот эти вот идеи из топа до земного уровня спускаются достаточно быстро, гораздо быстрее, чем вы обновляете интерьер. Если вам, в принципе, эта тема интересна, вам бы это хотелось, но пока вы не можете себе это позволить, делайте заранее подводку. Просто, грубо говоря, хороните ее, чтобы в случае чего ее можно было вскрыть. Поверьте, лет через пять это все спустится до земли. Раковина от Антонио Лупи. Не новинка, уже каждый раз, когда мы их видим, мы думаем, что самым основным откликом на них будет «Как это мыть?». Вот к таким стендам мы обычно с Олей подходим с фразой типа «спорим датчане». Подходим, смотрим, и кто бы это мог быть? Опять датчане. Смотрите, как тут резиночки для всякой штуки, магнитики. Вот такие всякие композиции. Причем это все можно переставлять, видите? Мы, пожалуй, пошли. Ну что, мы гуляем по Кёльну, не забывая про работу. Все, Оля остается, я пошла. Все, буквально минутка. Это вообще какая-то круто. Экспресс-встреча с вами. Как вы понимаете, с графическим дизайнером из Питера мы можем встретиться только на остановке две минуты где-то по пути из Германии в Париж. Они вот такие красивенькие, да, все. Вот, 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 вот. Привет! Мы в Париже на Миссо-набже. Ну что, идем с нами смотреть выставку? У нас большие планы, очень большие. Надеюсь, ожидания оправдаются. До новых встреч! Миссо-набже Odyssey Редактор субтитров А.Семкин Короче, павильон 5А это, по сути дела, декораторство Тоже, конечно, важно, но мы же архитектором, мы отобьем ее О, стенд Каре, мы его видели в Кёльне В Кёльне он, кстати, был ощутимо больше Вот, но, по-моему, вам не сняли, потому что уже все село Опять-таки, кстати, заметили цвета Стенд СИС, его снимали уже вам в Кёльне Смотрите, да, в принципе, с одной стороны все то же самое Но совершенно другие цвета Почему? Потому что разные рынки диктуют свой спрос То есть, видите, францужин, они, видимо, такие более сдержанные Больше серого такого грязненького Смотрите, зеленый, но мы еще там пройдемся Так, тогда поснимаем немножко света Фабрика Aromas Будем стараться снимать то, что в России, в общем-то, есть В свободном доступе Или вот такие Но при желании можно найти что-то такое, по крайней мере, интересное Но вот это, простите, это просто Это просто капец Магнитик По-моему, в 80-х такие были Красиво, но не про архитектуру Не про мебель, не про дизайн, не про объем, не про пространство Но вот эти рыбы понравились Блин, ну простите, но вот что это, как это назвать? У нас есть одно с Олей, замечательное определение Но оно просто не совсем цензурное Поэтому мы его не будем говорить А еще у французов у них вперед Это стрелочка не наверх, как бы у нас бы сделали А вниз, то есть вот восьмой пильон, это меня не назад идти, а вперед Мы дошли до чего-то нормального Ура, 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 ура Вездесущий номан Похоже, это новинка Часы, они же вешалки Удачное решение для прихожих И на самом деле вот эта вот история С кругами, вешалками, она просто везде и всюду Есть всякие прикольные штучечки Даже и по нашу душе, но это именно штучечки Это штуки ничего А, стол со столиком небольшим С выставки мы ушли Ушли в центр Вот это Эйфелева башня Но мы идем есть Это на данный момент важнее Оля снимают Настя не снимают Настя не снимают У Настя плохая камера Так, кто мне тут в кадр говорит? Тема Признавайтесь А тебя не видно все равно Мы хип-хоперы сегодня Господи Мы поем Ну что, продолжаем? В Париже началось, помимо, Питерское лето Да, у нас Питерское лето Неизвестно, зачем мы взяли с собой шапки Едем на второй день Для нас второй день Выставки Мессон Абже Надеемся найти мебель У нас большие планы Итак, этот человек нам начал рассказать Где, блин, мебель Давай нам конкретно Вот, журнал и галочка Где мебель для простых смертных? Так, самое главное Мебель для простых смертных В павильоне 5Б Есть указан Галочки, галочки, пожалуйста Логотип СИС Логотип СИС Мебель для смертных Найди мебель среди елок Это называется В деле, мебель для смертных здесь очень мало Потому что во Франции Все-таки стоимость жизни выше, чем в России Поэтому диванчик за 20 тысяч Мы здесь, ребята, не найдем Стартовая цена Это 100 тысяч рублей Ну что, карта составлена Карта составлена с помощью Владимира Из фабрики СИС С помощью Ну да, помогаем Составлена С помощью гостя Цепелева И что бы вы думали Все средоточение чего-то ценного Оно реально в одном павильоне Итак, пресловутый седьмой павильон На самом деле самое стоящее, что только может быть Да, даже Это информация Для понимания, как это все-таки все выглядит Да, то есть это реально самый такой нужный павильон Да, отличные светильники И тут же какие-то Овечечки Ящички Бутылочки То есть тут как нет четкой сегментации Своей выставки, да Как в том же Стокгольме Так и нет сегментации по павильонам Как в Миланиной салоне Где четко там Это павильон света Это павильон домофисной мебели Да, какие-то перетечки бывают Но и не явные Тут все кучи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту фабрику мы точно вам показывали на стокгольмской выставке, то есть уже почти год назад. Вчера мы ее еще снимали, по-моему, было только на фото, так что быстренько пробегусь. Потрясающая система настенного хранения. Еще немного о цветах. Мы уже писали, что бургунди, вишня во всех своих проявлениях. Темно-синий – это классика уже, можно сказать. Лосось тут где-то вот там вот был. О, боже, смотрите, какая прелесть. Мне название нравится. На нас очень похоже. Лосось. О, а вот такие вот сумасшедшие штуки неизменно присутствуют на каждой выставке, привлекают к себе внимание. Но интерьер такие достаточно спорные, то есть они такие с вызовом, на грани, просто очень на грани. Сделать такое сумасшедшее красиво, но при этом не колхозно, на самом деле очень сложно. И даже если это вы сделали гармонично, и все равно оно всегда будет вызывать много-много споров. Так, вопрос об оформлении. О, линтекс. Линтекс снимали вам точно в Стокгольме. Это доски для письма, для прикрепления различных заметок, при этом не колхозные. Мы сейчас их вставляли в проекты. Не бюджетная история, но очень клевые. Вот такие штуки тут тоже присутствуют. Многие их снимают, но, честно, и тема не наша. И, опять же, вопрос, а как теперь ее мыть? Не, ну мы, конечно, понимаем, что выставка декора, но мы надеялись, что декор все же будет с уклоном больше в интерьер, в большинстве своем. А он больше с уклоном вот просто вплоть до пинеток или вот там трусов на памперсе. Это круто и мило, и мне интересно, но это не про интерьер. Хотя мимимишечство, конечно, тоже есть. Вот такое всякое. Тарелочки очень стильные, модные, декоративные. Вот такие штуки. Ладно, снимать вам тут не будем. Побережем аккумуляторы для другой съемки. Дальше мы собираемся в музей архитектуры и постараемся там снять вам жилую ячейку или карбюзиа. Снимем вам немножко музей архитектуры. Готику, классику пропустим, покажем современные всякие штуки. Мы тут можем, конечно, бесконечно зависать. Жилая ячейка или карбюзиа. Второй этаж, спальня. Система шкафов с точки зрения объема. Все так прямо мега функционально, прямо по архитектурному. Что там? Открыли? Войны. Потрясающе. И главная ниша с этой стороны и с этой. Тут душ и дверь. Это, видимо, просто, чтобы посетители не лазали и закрыли. Две детские отдельные и в то же самое время объединяются раздвижными дверьми. Такое лего из квартир. Реально, да, это как проектируется из этих жилых ящей. Все, по сути дела, вся современная жилая архитектура сейчас по такому принципу делается. Ну, реально же, сейчас все, по сути дела, одно и то же, как лего складывается. А из нашего окна башня Эйфелева-Винна. Итак, мы отбегали два дня на выставке в Кёльне и два дня на Миссон Абже в Париже. Что мы можем сказать, подвести итоги? В целом мы, конечно, за Кёльн. Да. Потому что она больше ориентирована именно на дизайн, именно на интерьеры. Миссон Абже все-таки это выставка для... Пайеров. Пайеров, для закупщиков, для декораторов. То есть стенды фабрик, которые представляют именно мебель и свет, они присутствуют достаточно номинально для галочки, чтобы просто... И кто про них не забыл. Да. Ну, опять же, стенды мебельных фабрик, они, допустим, те, которые мы видели и в Кёльне, и в Париже. В Париже они меньше просто даже по насыщенности. Вот. Какие-то, в принципе, из Кёльна в Париж не поехали, не присутствуют. Так что примерно вот такие наши выводы.